Итак, тик-тик-тик-тик-тик, так-так, именно так бьётся моё сердце, потому что сейчас в эфире на телерадиоканале «Страна.ФМ» начнётся настоящая магия. Но сначала давайте Владислава Кутузова представим. Ну и конечно, Валерию Майору и напомним телерадиоканал «Страна.ФМ» вместе с вами, друзья. Доброе утро всем. Итак, начнём, да, пожалуйста? Начнём. Начнём. Сегодня у нас в гостях первый артист в истории международного песенного конкурса «Евровидение» в жанре иллюзионного искусства. Режиссёр, постановщик шоу всяких номеров магических трюков для российских и зарубежных звёзд, что не было важно. Преподаватель иллюзионного искусства, член Российской ассоциации иллюзионистов Сергей Воронцов. Сергей, доброе утро. Спасибо, что пришёл. Доброе утро, друзья. Слушай, такое огромное количество у тебя титулов. Когда ты успел эти все титулы заслужить? Ты же юный совсем. Вы знаете, самое интересное, я никогда не гнался за титулами. Я даже в иллюзионных конкурсах не участвовал, потому что считаю, что, ну, показывать трюки для коллег, да, это как-то странно, ну, как мне кажется, да, то есть мы всё-таки для зрителей работаем, вот, и никогда не гонялся себе, не вешал никакие титулы, ни медали, ничего, вот, и как-то само собой так получается что-то на меня, вот. Слушай, так получилось, что очень печальное, как бы, событие вывело тебя в топы Яндекса, да, как иллюзиониста. То есть ты до этого выступал, выступал, 17 лет в этой профессии был полностью отдан и погружён, но в мае произошло некое событие, которое шокировало всех, то есть люди смотрели этот ролик и не могли просто поверить, что ты отделался только переломом ноги. Что произошло? Да, в интернет попало очень много видеозаписей, это произошло 26 мая на шоу, это был финал первого акта, один из самых опасных номеров, побег из смирительной рубашки. Ну, опиши, что это такое, что это такое? Я его выполняю в оригинале, как это делал Гарри Гудини, то есть без страховки на очень большой высоте, но это была высота 9,5 метров, я висел вниз головой, и в чём ещё состоит сложность большая? Помимо того, что я освобождаюсь из рубашки, мне нужно освободить ещё и ноги, вот. Но очень много шоу прошло с этим номером, механизм, судя по всему, уже износился, вот, мы, может быть, что-то недосмотрели, и я сорвался с большой высоты вниз головой. Так что то, что я сломал только ногу, это, можно сказать, большая удача ещё. Слушай, а там, чтобы люди просто понимали, у тебя ноги связаны были как-то, да? Да, конечно. И ты должен выпутаться был из всего этого механизма. Ну и в настоящий момент ты практически уже полностью восстановился, и готовишь аж две концертные, ну, можно сказать, концертные, да, программы, это же иллюзионные. Да, скоро будет большая премьера моего шоу в Крокус-Сити-Холле 27-го числа. Какого? Числа чего? Сентября? Октября, 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 да. Через полтора месяца практически. 27-го октября, да, приходите все, я всех приглашаю. Мы придём. Вот, потом тоже в октябре 31-го числа мы отмечаем праздник Хэллоуин в цирке чудес Айвенга. Тоже всех приглашаю, тоже будет специальная программа, очень интересная. Это две разные программы ты сейчас готовишь. Слушай, какой ты молодец, какой ты плодовитый. Сергей, а чего хотел спросить? Когда вот это произошло, ну, совершенно была неожиданность для всех, для тебя в первую очередь, да? Абсолютно, да. Безалл, конечно, ахнул. Мягко скажем. Здесь другие слова лезут, которые нельзя в эфире произносить. Не было ли у тебя какой-то, может быть, сиюминутной такой мысли, что, фу, может быть, и не надо дальше? Пора завязывать дальше. Ну, не то, что пора завязывать, но так сложно, может быть, что-то попроще делать. Знаете, меня, наоборот, это подстегнуло. У меня сейчас очень много задумок, еще более опасных номеров. Так что ждите пример. Какой ты смелый парень. Ну, что вообще... Слушай, а не смелый парень не мог бы делать то, что делает Сергей, в принципе. Нет, ну, понимаешь, иногда бывает смелость, она как бы вот такая удаль молодецкая прета, когда что-то случается, люди сразу думают, а, наверное, нужно что-то в жизни менять, нужно быть серьезнее и безопаснее и так далее и тому подобное. Но ты большой молодец, мы восхищены твоей смелостью, и мы надеемся, что в самое ближайшее время ты нас еще порадуешь. Я не понимаю, что мне говорит Михаил уже второй раз. А, Михаил говорит, что мы должны прямо сейчас прерваться ненадолго, буквально две-три минуточки, у нас хорошая веселенькая песня про шашлындос, между прочим. Как память об уходящем лете, уже об ушедшем практически. И мы вернемся к вам, друзья, будьте здесь, это страна, и правда. А мы на шашлындос не летим, друзья. Да, я думаю, вообще никто не летит на шашлындос, потому что понедельник сегодня, нужно работать, работать и еще раз работать. Но мы, так сказать, облегчили вам этот день или облегчили как-то? Мне кажется, интересно было бы такой фокус, если бы был, вот просто у тебя есть мангал, допустим, нет мяса, нет огня, потом раз, шашлык готов. Сереж, умеешь так? Умеешь так вот делать? Конечно, умею. Серьезно? Какой полезный товарищ, нам нужно с ним всячески дружить. Слушай, я хочу тебя спросить вообще историю твоего становления. Насколько я знаю, в семь лет ты увидел какой-то фокус и понял, что вообще это твое, и ты будешь этим заниматься. Да, в семь лет я увидел номер с китайскими кольцами, когда цельные стальные кольца то соединялись, то разъединялись, и меня тогда очень заинтересовало, и вообще узнал о том, что существует такой жанр, и решил, что именно тогда буду посвящать всю свою жизнь, все свое время именно этому жанру. Вот как-то у меня такое прозрение пришло. Ну вот после этого прозрения, я сейчас говорю о том, что огромное количество уроков на Ютьюбе есть, да, то есть можно посмотреть, скопировать, а тогда-то когда-то, ну... Да, сейчас стало очень много иллюзионистов, фокусников, это достаточно просто, чтобы научиться каким-то таким трюкам, показываемым на расстоянии вытянутой руки, да, так называемая микромагия. Вот, тогда же это было крайне сложно, это был очень закрытый жанр. Знания передавались из поколения в поколение. Были единственные книги, вот, которых было крайне сложно достать. Ну и рубрика для фокусников в журнале «Юный техник. Наука и жизнь». Можете помнить, на самой последней странице Акопян еще вел ее, вот, и Кио. Слушай, я выписывал, я помню. Я не помню эту рубрику. Не помнишь? Ну нет. Ну ты молодая просто. Сергей, он как я, он такой же молодой, это ты не приписываешься. Так что я вот эти журналы, да, искал, где-то старые номера искал, вот, ради вот этой последней страницы, на которой как раз печатались. Вот с этого начинал, потом придумывали сами, безусловно. Ну вот твое первое выступление, допустим, я не знаю, в клуб ты пошел выступать или в школе ты выступал? Сначала я выступал вообще для родителей, для родственников, друзей, собирал дома, делал такую импровизированную сцену. Встал на стул, ну как обычно это все бывает, да, в кругу семьи там. Ну практически так, да. Ну а потом, нет, я имею в виду именно, когда ты вышел перед незнакомой публикой. Потом судьба меня свела с Эмилием Емельевичем Кио. Одно время я работал его помощником, потом у него случился тур в Японию, вот, но, к сожалению, я не смог с ним поехать. Я решил получить высшее образование юридическое. То есть ты тогда еще не был уверен на сто процентов, что вся твоя жизнь будет связана с фокусом? Нет, я был уверен, просто мне очень хотелось именно, чтобы было высшее образование, и очень важно быть юристом в нашей стране, потому что магия магии, но все-таки это очень помогает. У нас юридическая магия, она тоже своеобразная иногда бывает, поэтому знания попарсиональные в этой теме не будут лишними, да. Мне очень понравилось, как анонс у нас вышел в нашем инстаграме, иллюзионист-юрист, юрист-иллюзионист. Юрист-иллюзионист, да-да, на самом деле такой. Слушай, я хотел вот о чем спросить, ты сказал сейчас много информации, что абсолютно правда, и ютуб, и куча летят, ну все есть, да, практически, ты видишь, практически любой может человек научиться. Действительно ли вот этим мастерством может, или все-таки вот нужен талант? Я понимаю, может быть глуповатый вопрос слегка, но тем не менее. Ну, талант всегда нужен, я считаю, что в любом деле он нужен, вот, но научиться может каждый, на самом деле, кому это интересно. Кроме Майоровой. Другое дело, вот на моих глазах я очень много лет этим занимаюсь, очень много фокусников появляется, да, у них есть какой-то энтузиазм, на определенное время, вот, и через некоторое время они пропадают, им уже надоедает, или они чем-то другим занимаются. А нужна усидчивость? Ну, вообще заинтересованность какая-то, должна быть мечта стать иллюзионистом, в конце концов. Потому что это как увлечение, да, любой, наверное, сегодня тебе это интересно, да, завтра уже, как бы, человек охладевает. А ты вот человек, который, можно сказать, по ту сторону волшебства присутствует, а ты сам веришь вот в такое волшебство, которое тебе лично не подвластно, в какую-то мистику? Ну, конечно, я верю, верю, и действительно чудеса происходят, вот, а если брать, например, иллюзионный жанр, когда я прихожу на шоу к своим коллегам иллюзионистам, я никогда не пытаюсь что-либо разгадать, вот, а вот стараюсь максимально подрагироваться и просто наслаждаться чудесами. Ой, слушайте, это интересная тема, у меня даже есть вопрос, который я хочу задать, но все это произойдет после небольшого, запомнил уже, отложил в памяти, после небольшого перерыва к вам вернемся, друзья, будьте здесь. Никому не отдадим нашего гостя Сергея, иллюзиониста, юриста, который нам сейчас такие интересные и закулисные подробности расскажет, но мы вам... Да, Сергей Воронцов у нас гостя, я хотел же вопрос у меня был, я за... Ты начал говорить про вот других фокусы, скажи, есть такие фокусы, которые ты смотришь у других иллюзионистов, фокусников, и ты не понимаешь, как они это делают? Такое возможно вообще? Ну, разгадать можно все, что угодно, на самом деле, если задаться такой целью, но я опять же говорю, что я не задаюсь этой целью, у меня есть своя программа, у меня есть свои идеи, которые я прорабатываю. И перерабатываю, потому что, в принципе, принципиально новое что-то придумать крайне сложно. Вот, у меня есть примерно 70% номеров моей программы, это абсолютно эксклюзивные номера, которые мы придумали с нуля. Вот, другие же номера, которые уже существуют, во-первых, я говорю о том, что они уже придуманы кем-то, да, как, например, вот побег из смирительной рубашки, ну и стараюсь представить их в какой-то новой форме, чтобы это было очень необычно. Но я правильно понимаю, что все вот трюки иллюзионистов, они страшно засекречены, то есть прям вообще ни в коем случае никто не должен никогда об этом узнать? Ну, как бы да, но с появлением Ютуба, немножко ситуация изменилась, да, потому что очень много таких блогеров, которые раскрывают секреты, очень много товарищей, которые сами ничего не придумывают, а вот зато любят секреты раскрывать. Блогеры, не надо лишать нас волшебства, так я хочу вам сказать. Кстати, по поводу волшебства и эксклюзивных трюков, у нас же есть ролик, где мы можем показать Сергея прямо в образе, понимаете, как вот он... Давайте попробуем это сделать прямо сейчас, друзья, если вы нас только слушаете, пожалуйста, включите свои экраны, сделайте их поярче, и мы смотрим, чтобы... Сергей, давай комментировать сразу, что сейчас происходит у нас, да? Ну, как раз-таки номер, да, номер Гудини, да, освобождение из смирительной рубашки. Слушай, я надеюсь, это не то самое выступление, когда вот что-то произойдет. Ну, вот я не знаю, что для меня это тоже сюрприз, потому что, да, из рубашки я освободился там, потом... Ну-ка, смотрим. ...с механизмом возникли проблемы. Я надеюсь, что все хорошо. Ну вот, кто нас не видит, мы сейчас говорим, что Сергей висит вниз головой. Ой, мамочка, не могу на это смотреть, это ужасно. Да, я сейчас первый раз, да, смотрю это после той ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, какой неожиданный ролик вы нам поставили, у меня... В любом случае, хорошо, что это... Хорошо, что это не буду говорить, ну, все хорошо закончилось. Хорошо закончилось, да. С минимальными потерями с какими-то, да. Так, мы в следующий раз посмотрим эксклюзивные трюки, которые хорошо закончились. Учитывая, что я летел вниз головой, конечно, да, это было очень опасно. Слушай, ну, я очень рада, что все с тобой хорошо, и прямо это действительно чудо, что обошлось, потому что 9-метровая высота. А скажи, а ты будешь возвращаться вот именно к этому фокусу? Ну, конечно, и вот уже на сцене Крокус Сити Холла вы сможете увидеть этот номер. Ну, ты только, давай, пожалуйста, вот ради меня со страховочкой. Прям вот, ну, понятно все, что... Это нечестно уже будет. Ну, ну, ну... Я же не акробат. Слушай, а можно сделать так, чтобы никто ничего не заметил? Я лизионист. Ну, она... Страховка есть, но никто не замечает, что она... Да, а мы никому не скажем. Или это принципиальный вопрос? Ну, давайте разработаем вместе эту систему. А, давайте. Ой, как хорошо, да. Есть над чем подумать, в конце концов. Вот так мы и ворвались. Сергей, скажи, пожалуйста, есть ли для тебя какие-то вот такие, ну, авторитеты, которых ты считаешь прям вот совсем номер один, и которые для тебя просто вот, ну, как живые иконы? Ну, я думаю, что не буду очень оригинальным. Безусловно, это Дэвид Копперфилд, это американский лизионист Крис Энджелл, это Гарри Гудини. Люди, которые очень вдохновляют в этом жанре. Не только меня, миллионы лизионистов. А там же получилось, что ты с Копперфильдом как-то пересекался же даже, да? Да, я был в Лас-Вегасе, был на его шоу, и так получилось, что он пригласил меня на сцену, и мы вместе с ним исполняли номер. Это были, конечно, огромные впечатления у меня, потому что, когда стоишь рядом с человеком, которого ты наблюдаешь с детства, и который тебя столько лет вдохновлял, ощущение потрясающее. А какая у него вот энергетика живьем? Какой он человек? Удалось как-то прочувствовать его за то время, пока ты рядом был? Он такой очень-очень спокойный, такой расслабленный. То есть он уже живет на сцене абсолютно. То есть я думаю, что он как у себя дома на кухне, так живет на сцене. Мне кажется, ему на кухне сложнее даже в какой-то степени. Мы тут должны обязательно проговорить, что когда вот Дэвида Копперфилда ты видел на расстоянии вытянутой руки, это ты туда не случайно поехал. Это ты посол мира. Прям официально это твой титул, и ты несешь мир во всем мире. Меня пригласила американская организация, у нас есть послов мира, как представители от России. Было очень интересно, но я, конечно же, когда приехал первым делом, я отправился смотреть лучшие шоу Лас-Вегаса. Дэвида Копперфилда, Криса Энджела. Вот, конечно, шоу на огромном высоком уровне, и я очень много нового почерпнул оттуда. Скажи, пожалуйста, а есть вероятность, что тебя заметила эта ассоциация именно благодаря тому, что ты принимал участие в Евровидении? То есть ты делал там такую шикарную... Я думаю, да, потому что я часто выступаю в Европе, контактирую с иностранцами. Думаю, что наверняка это сыграло определенную роль. Да, про Евровидение мы обязательно поговорим. А вот про Евровидение мы поговорим чуть позже. Прямо сейчас у нас вновь небольшая пауза, друзья. Три-четыре минуточки, и мы к вам обязательно вернемся. Доброе утро. Итак, мы остановились на самом интересном месте. Мы остановились на том, как ты принял участие в конкурсе Евровидения. Ведь ты же не певец. Ты можешь, кстати, смело его к себе подтягивать, чтобы тебе было удобно. Он двигается, всякое разное. Да, мне удобно, хорошо. Ну, это был 2011 год. Я вообще люблю конкурс Евровидения. Правда, в последнее время уже перестал его смотреть. Но вот было одно время, когда мне было это интересно. Я послал заявку некоторым участникам Евровидения, которые должны были участвовать. Ну вот, откликнулась хорватская делегация. Вот они меня пригласили в Хорватию. Мы решили с ними сделать совместный номер. Что-нибудь такое интересное, такое, чего еще никогда не было, никогда не показывали. Но ты ведь и сам на сцене присутствовал, насколько я знаю. Конечно, да, я первый иллюзионист, который непосредственно не просто ставил какие-то эффекты иллюзионные, но и сам выступал как артист при этом. Вот. У нас было два номера. Во-первых, переодевание. То есть певица моментально прямо на сцене. Надо еще учитывать, что это прямой эфир. И певица поет живьем. Меняла свое платье. То есть там было три смены сразу же в прямом эфире. Вот. Плюс еще должна была быть у нас левитация. Но там возникли некоторые технические вопросы. Мы уже подготовили номер, уже все отрепетировали. Но уже непосредственно на сцене технический директор нам сказал, что здесь подводки под микрофон и там какие-то сложности. В общем, пришлось в последний момент снимать этот номер. Обидно как. Вот. Ну, да. Да, обидно. Но, тем не менее, прошло все очень классно, интересно. Вот. И очень большой фурор вызвал этот номер. А есть желание еще, вот, я не знаю, в самом ближайшем будущем? Ну, я понимаю, что сейчас уже там более политический этот конкурс стал. Но если все нормально с ним станет, если там все образумятся, еще раз принять участие, сделать какую-нибудь... Да, конечно, я с удовольствием. Я вообще за любое сотрудничество абсолютно всегда открыт. К любым интересным проектам. Может быть, там Дима Билан у нас полетит. А Дима Билан у него вылезал из ящика. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, с Димом Биланом тоже, да. Он у меня левитировал. Был показ мод на неделе моды Ильи Шияна. Такой есть модельер. И, значит, мы с Димой решили, чтобы он не просто выходил, да, он не появлялся. Так вот он у меня появлялся из коробки. Там показываем пустая коробка абсолютно. Вот. Потом она начинает левитировать, парить над землей. Вот. Потом резко падает. Резко распахиваются двери. Оттуда появляется Дима. Круто! Это очень круто! А вот смотри, я хотел спросить. Ты сказал, что практически 70% всей твоей программы, да, это эксклюзив, да? То, чего у других нет. Как тебе приходят идеи? Ты вдохновляешься где-то или смотришь, что другие делают, потихонечку вытягиваешь какие-то идеи? Или это озарение какое-то просто раз? Происходит, да, это же сложная такая тема. На самом деле очень много разных. Я люблю, например, фильмы смотрю различные. Там, например, какие-нибудь фильмы ужасов, может быть, хорроры, потому что очень много. Оттуда можно вдохновение почерпнуть. Я люблю видеоигры. Они тоже очень хорошо расслабляют. Можно вечерами посидеть, поиграть. Вот. Я совмещаю приятное с полезным, потому что я вроде поиграл, да, казалось бы, вроде такое пустое времяпровождение. Но, тем не менее, после этого мне приходят разные идеи, какие-то формы новые. Ну, то есть, говоря, короче, ты видишь то, чего в реальном мире пока не существует, да, потому что это кино, допустим, да, совершенно выдуманное. И ты думаешь, как сделать из этого то, что можно на сцене показать, да, что получилось? Потому что сейчас изначально мы ставим какую-то задачу перед собой. То есть вот чего бы мы хотели добиться, да. А потом уже придумываем пути, как это реализовать. Сережа, а вот, кстати, а бывает такое, что была какая-то задумка, а не удалось просто? Пока еще. Очень сложный. Нет, пока такого не было. Всегда все получается. Слушай, еще я хотел тебя спросить. Конечно, ты звезда, ты на сцене, самый главный, но, я так понимаю, такую огромную концертную программу невозможно в одиночку подготовить. Конечно, у меня большая команда, 9 человек. Вот, мы все трудимся. А что, мастерская? Твоя мастерская? Да, вот эти 9 человек, это те люди, которые тоже имеют отношение к фокусам, или они вот все-таки работают на тебя, а сами не показывают ничего? Они тебе помогают? Да, они мне помогают, конечно. А помощница у тебя симпатичная? Очень симпатичная. Это был мой вопрос, Валерия. А, ты вот о чем я понял. Да, да, извините. Да, ну ладно, ну нет, так реально. Уже ради этого стоит переходить на шоу. Ну, мы обязательно придем. Слушай, по поводу мастерской, я не услышала. У тебя есть какая-то своя отдельная мастерская? Да, у меня есть большая мастерская, у меня своя база, я, надо сказать, сотрудничаю с Александром Хирургом, президентом мото-клуба «Ночные волки». Вот, у меня на его территории большая мастерская, там масса станков, всякого оборудования я закупил, поэтому мы можем, собственно говоря, делать вообще любые иллюзии любого уровня мирового. Реквизит, все это вы сами делаете? Да, делаем мы сами с нуля, абсолютно. Слушай, как круто. А вот у тебя вот хирург и его компания на мотоциклах появляются из пустой коробки где-нибудь? Да, да, да. А давайте вот, это тоже интересная история, давайте о ней поподробнее поговорим чуть попозже. Давайте. Потому что нас призывает прерваться сейчас, и после небольшого перерыва мы вернемся, друзья, будьте здесь. Доброе утро, друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ» иллюзионист Сергей Воронцов сегодня рядом с нами. Сереж, доброе утро еще раз, обо многом поговорили и о многом еще и не успели поговорить, но время еще есть. Слушай, мы хотели узнать, как ты связан с байк-шоу, то есть как у вас есть какой-то совместный проект, прям вы вот обогащаете друг друга? Да, ты вот начал рассказывать поподробнее об этом. Да, мы с Сашей очень плотно сотрудничаем, он делает потрясающее шоу, вот недавно, несмотря на то, что я тут на костылях, вот тем не менее, я не мог пропустить очередное байк-шоу в августе, вот, это было, конечно, потрясающее шоу, масса спецэффектов, такого вдохновения, глубокого смысла заложенного в это шоу, это было очень интересно, более того, я часто ставлю номера на байк-шоу, в частности, ставил, превращал мотоцикл современный в мотоцикл военного времени, то есть делал такую телепортацию, один у меня исчезал, другой тут же появлялся. И так и хочется спросить, как ты это делаешь? Ну, я молчу, я держусь. Магия, магия. Так, а еще, еще что? Вот, скоро будет закрытие мотосезона, это середина октября, вот, там я буду представлять новый эксклюзивный номер, так что тоже всех приглашаю. Слушай, Настя, забегай чуть-чуть вперед, если в общих словах, что это будет, или это прям совсем секрет-секрет? Это секрет, да. Секрет-секрет. Мы там все-таки увидим Сережу в его амплуа, в плаще, я надеюсь, так вот, в таком загадочном образе. Михаил, если вы готовы, то, пожалуйста, запускайте нам ролик. Да, Сергей, можно комментировать, вот что это? Это как раз, да, коротенький ролик с презентацией новой программы. Так, поразит ваше воображение, ну, действительно поражает. А что это за металлические конструкции такие? Вот я стараюсь делать, очень необычно, потому что, как узнает, иллюзионисты выступают с таким цветным, разноцветным, там, блестящим реквизитом. Вот у меня же это ржавый металл, стимпанк, я стараюсь очень делать что-то новое, необычное. Это был брутальный иллюзионист. Да. Ну, и, кстати, вот мы сейчас увидели ответ на вопрос Валерии Майора. Это очень опасный номер сейчас был. А что это? Это ножи, это 18 острых стальных ножей, я должен успеть освободиться, иначе они могут воткнуться мне в голову. А вот скажи, пожалуйста, они реально могут возиться? Да, это очень опасно. Это вот на самом деле опасная штука, да? Слушай, а там ты еще... Я не хочу проверять и доказывать, что это настоящее. Мы уже с рубашкой проверили, потому что были люди, которые сомневались, говорили, что там страховки и все прочее, но вот увидите, что никаких страховок, да, и все по-честному. Если я говорю, что это номер экстремальный, то он есть экстремальный и опасный. Там еще-то где-то как будто сквозь вентилятор пролезали, мне показалось. Да. Это большие лопасти, я не буду показывать. Вот, но на животе вот сбоку остался шрам после этого вентилятора. Да ты что? Слушай, ну и, конечно, помимо того, помимо твоих умений и талантов, как ты эффектно выглядишь? Вот этот взгляд из-под лобья, вот эти черные развивающиеся волосы. Я у меня, простите, конечно, я в этом ролике увидел еще ответ на вопрос Валерии Майоровой, который спрашивает тебя, Сергей, красивые девчонки или нет? Да, они очень красивые. Да. Ну, они брюнетки, а я блондинка, поэтому, ну что, мы не конкурируем, я считаю так. Так, я предлагаю прямо сейчас еще раз пробежаться по тем местам и датам, где люди смогут воочию увидеть все это великолепие, то шоу, которое мы сейчас кусочек показали. Итак, друзья, это октябрь, значит, во-первых, это середина октября, следите за анонсами на моем сайте, на социальных страничках, это будет закрытие мотосезона, там будет представлен эксклюзивный номер, потом это 27 октября, Крокус Сити Холл, большое сольное шоу, и Хэллоуин, отмечаем вместе, 31 октября в Цирке Чудес, Ивана Франко 14. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот твоя целевая аудитория, ну понятно, ну вот я сначала думала, хотела сказать, понятно, что дети, а потом я посмотрела, насколько это все брутально, какие дети. Целевая аудитория у меня абсолютно все, во-первых, ко мне подходят такие маленькие девочки-кнопочки, лет по пять, малюсенькие такие, вот так меня обнимают за ногу, вот, и благодарят, и ко мне подходят огромные дядьки брутальные такие в жилетах, там, и байкеры, там, и разные тоже, там, жмут руки, говорят, классная у тебя музыка, там, шоу, все, динамик и так далее. То есть нравится всем, ну, про девушки я уже говорить вообще не буду. Естественно, такой взгляд. Как же. Слушай, я хотела бы еще раз быстренько пробежаться, ты работаешь в огромном количестве жанров, да, то есть это сценическая магия, ментальная, экстремальная, уличная и жанр-иллюзион. Вот для тех, кто не посвящен, что такое ментальное? Вот мне тоже интересно. Таня, это учтение мыслей, передвижение предметов. Прочитай что-нибудь, давай. Вы хотите прийти ко мне на шоу? О, да, да, абсолютно. Черт, погоди, действительно. Слушай, а мы сейчас попытаемся по глазам прочитать, будут ли у нас пригласительные, подожди. Похоже, что да. Будут, мне тоже показалось. Хотел вот о чем спросить. Есть ли какое-то, есть ли у тебя какая-то, у тебя огромный арсенал всего, да, и очень много фокусов, они совершенно разные. Да, я стараюсь все аккумулировать. Есть ли какая-то одна вот мечта в плане изюлиянического, как сказать правильно? Искусство иллюзионизма. Искусство иллюзиониста, да, наверное, так вернее всего будет. Иллюзиониста, ты сказал? Иллюзионист. Иллюзионист, конечно. Который ты пока не воплотил, но вот она у тебя сидит в голове все время, и ты думаешь, как бы это сделать, как к ней поступить, с чего начать. Главная моя мечта, чтобы показать свое искусство как можно большему количеству людей, и не только в России, и во всем мире. Слушай, а мы вот, у нас не так много времени остается, но я вот просто смотрю на тебя, я же вспомнила, ты же еще и ГИТИС закончил. Да, я закончил не ГИТИС, а курсы. У меня были курсы. Актерского мастерства? Да. И ты после этого еще снялся в телевизионном проекте? Да. Так что ж ты молчишь? Рассказывай, ты же кинозвезда. Да, это было шоу, называется «Величайшее шоу на земле». Вот так вот, нескромно, но название придумывал не я. Вот, это была реконструкция некоторых событий исторических. Я играл Ницше в одной из серий. Ишь ты! Это художественные истории, да, в смысле художественные фильмы? Да, да, да. Художественные, документальные, то есть там такая смесь. Вот, и «Графы Ретланды». Вот, два таких интересных опыта в съемках у меня было. Я не буду спрашивать, кто такой «Графы Ретланды», но я Ниша знаю, я уже умная. Ты можешь спросить об этом, почему нет. Просто я думаю, что все знают, а я не знаю. Слушай, у нас завершается время, на самом деле, осталось всего 30 секунд. Сереж, давай еще раз напомню, когда ближайшее выступление, куда все могут прийти и посмотреть. Итак, середина октября, байк-центр, нижнемневники. 27 октября — это «Крокус-сити-холл». И 31-е — это «Цирк-чудес», «Айвенга», «Ивано-Франко-14». Но в любом случае вся информация в соцсетях будет, безусловно. Иллюзионист Сергей Воронцов был сегодня с нами. Сереж, огромное спасибо. Ждем тебя уже с «Фокусами» в следующий раз. Спасибо вам, спасибо вам. В следующий раз будет мини-шоу у вас в студии. Супер, ждем, спасибо. Спасибо, ждем, пока, счастливо.